Долгие отношения между звездами и их планетами, включая Солнце и Землю, могут быть еще сложнее, чем предполагалось ранее. Это один из выводов нового исследования, в котором с помощью рентгеновской обсерватории Чандра были изучены тысячи звезд. Проведя крупнейший в истории обзор областей формирования звезд в рентгеновских лучах, группа исследователей помогла очертить связь между очень мощными вспышками молодых звезд и влиянием, которое они могут оказывать на орбиту планет. Эта работа показывает астрономам, как могло действовать Солнце и, возможно, влиять на молодую Землю миллиарды лет назад. Ученые рассмотрели данные Чандры о рентгеновском излучении более 24 тысяч звезд в 40 различных областях звездообразования. Сегодня наше Солнце постоянно активно выдавая вспышки разных размеров и интенсивности в зависимости от того, где оно находится в своем 11-летнем солнечном цикле. Иногда особенно мощная солнечная буря непосредственно влияет на Землю, выводя из строя коммуникационные спутники или нарушая электрические сети. Большинство из них, однако, блекнут по сравнению с самым мощным солнечным штормом в истории, который стал известен как солнечное событие Карингтона в 1859 году. Мощные вспышки на молодых звездах в этом новом исследовании Чандры намного больше, чем в событиях Карингтона. Исследователи обнаружили, что каждая молодая звезда в среднем испытывает супервспышку, то есть вспышку, которая по крайней мере в 100 тысяч раз мощнее события Карингтона, примерно раз в неделю. Они также обнаружили, что на этих звездах происходит мегавспышка, до 10 миллионов раз больше, чем события Карингтона, в среднем пару раз в год. Ученые обнаружили эти гигантские вспышки во всех наблюдаемых областях формирования звезд и на молодых звездах всех различных масс, включая звезды солнечного типа. Узнав больше о частоте этих чрезвычайно мощных вспышек, ученые могут лучше понять, какие воздействия они могут оказывать на формирующиеся вокруг них планеты. Например, вспышки могут вызывать формирование мелких камней, сжимая газ окружающих звезды протопланетных дисков, что является критическим шагом для образования планет. С другой стороны, мощные вспышки могут разрушить атмосферу планеты, сдувая ее защитный экран от вредного излучения. Ученые продолжат использовать Чандру для изучения этих вспышек, чтобы выяснить, какое воздействие, как хорошее, так и плохое, эти вспышки оказывают на ранней стадии жизни планет. Чандру для изучения Чандру для изучения этих вспышек, как хорошее, так и плохое, 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 так и плохое